Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Я и мои коллеги готовы знакомить вас с событиями, которые произошли к этому часу. Ни одного пациента не оставят без консультации. В каком режиме работает региональный координационный центр помощи больным по невмонии и ОРВИ? Мини-погрузчики, тракторы и самосвалы в Самаре готовят коммунальную технику к зиме. Госэкспертиза одобрила проект строительства мостового перехода через Волгу под Тольятти, а в Самарском нефрологическом центре побывали гости из других регионов. Как в Самарской области развивается государственное частное партнерство? За сутки в Самарской области зарегистрировали 143 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе 14 419. Такие данные в среду 21 октября опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 189 человек, скончались трое. Всего в регионе с начала пандемии зафиксировали 238 летальных случаев. С болезнью справились 11 385 человек. Течение болезни во многом зависит от того, какие меры были приняты в первые часы недомогания. Врачи рекомендуют сразу вызывать на дом участкового. До его прихода выпить теплого чаю и надеть маску. После осмотра врача оставаться дома, принимать все лекарства, которые назначил доктор, и выпивать не менее двух литров жидкости в сутки. Исключить все контакты с окружающими и побольше лежать на животе. На второй день, если стало лучше, нужно продолжать лечение на дому. Пить лекарства, витамины и выполнять дыхательную гимнастику. Если состояние не изменилось, снова вызвать врача для коррекции лечения. А если стало хуже, вызвать скорую и быть готовым к госпитализации. Повысить доступность медицинских услуг. В Самаре на базе 15-й поликлиники открылся региональный координационный центр медицинской помощи больным пневмонией, ОРВИ и коронавируса. Звонки на горячую линию обрабатывают операторы, врачи и психологи. Жители Самарской области могут позвонить при повышенной температуре и первых признаках простуды и вызвать медицинских работников на дом. Подробности в нашем материале. Помочь всем, кто в этом нуждается. В Самаре на базе 15-й поликлиники открылся координационный центр по оказанию помощи больным с пневмонией, ковид и ОРВИ. В ежедневном режиме с 8 утра до 8 вечера без выходных здесь принимают звонки на горячую линию от жителей области, которые почувствовали недомогание. Операторы расспрашивают, какие признаки болезни у пациента и заполняют на компьютере специальный опросный лист. Информация направляется в медучреждение региона, за которым закреплен пациент, где принимают решение, прислать ли клейму скорую помощь, участкового врача или достаточно консультации по телефону. Этот центр призван был создан именно для того, чтобы повысить доступность и качество медицинской помощи данной категории жителей Самарской области в части максимального его охвата, а также координации деятельности всех медицинских учреждений, скорой медицинской помощи, стационаров и прежде всего амбулаторного звена поликлинического по лечению и наблюдению за данными пациентами. У нас координационный центр работает согласно нашему регламенту, но мы занимаем гибкие позиции в соответствии с временем и текущей санитарно-педиологической обстановкой. Мы получаем обратную связь от пациентов, мы получаем обратную связь от медицинских организаций, куда мы это передаем, данные, поэтому мы в течение дня можем маневрировать и менять. Наша главная задача, чтобы было все скоординировано, чтобы до каждого пациента нашего региона дошла медицинская помощь, чтобы было все оказано качественно, доступно и сохраняло жизнь и здоровье нашим пациентам. Проблемы дозвониться до центра нет, звонки принимают 30 специалистов. И хотя направлена в первую очередь помощь на тех, кто заболел коронавирусом или пневмонией, без консультации не оставляют ни одного пациента. По словам операторов, случается, что люди обращаются с сердечными заболеваниями, к примеру, с тахикардией. Спрашиваем пациента, как ваше состояние, как ваши температуры. Пациент нам все рассказывает. Собираем его информацию. Куда выезжает должна бригада наша. Координационный центр сформирован по распоряжению областных властей, чтобы каждый житель имел возможность быстро получить профессиональную консультацию врача и понимал, что его не оставят наедине со своими проблемами. Телефон горячей линии, на которой можно позвонить, указан на экране. В дальнейшем в центре планируют запустить телемедицинские консультации. Виктория Шарая, События. Более 99% жилых домов уже подключены к системе центрального теплоснабжения. Тем не менее, в областном центре еще остаются объекты жилого фонда, подача тепла в которые приостановлена или осуществляется по резервной схеме. В большинстве случаев это связано с аварийными работами из-за порыва отопительных труб. Сегодня специалисты коммунальных служб устраняли повреждения в Октябрьском районе Самары на улице Скалеренко. Подробности в репортаже Ольги Павловой. Добрый день. Горячая линия администрации Октябрьского района. Слушаю вас. Ваш адрес Скалеренко 8. Дом без утопления. Весь дом, да? Хорошо. Мы вашу заявку сейчас запишем, внесем в реестр и направим в управляющую компанию. Звонки по вопросам подключения жилых домов к системе теплоснабжения до сих пор принимают в круглосуточном режиме. Если раньше сотрудники горячей линии администрации Октябрьского района фиксировали более 50 звонков в день, сегодня едва набирается 20. Большинство объектов жилого фонда, а это 99% от общего числа домов, уже с горячими батареями. Однако в черте областного центра еще остаются дома, подача тепла в которой ограничена. На Скалеренко 8 специалистов коммунальных служб вызвали сами жители. На этом объекте произошел порыв отопительной трубы. Получаем информацию о том, что имеется повреждение либо на внутридомовых сетях, либо на наружных сетях теплоснабжения. Соответственно, принимаем меры, организовываем работу по их устранению. В связи с сезоном похолоданием оставлять надолго дома без теплоснабжения нельзя. Поэтому работы по устранению аварийных участков идут круглосуточные без выходных. Информация о проблемных объектах поступает в оперативный штаб от жителей Самары, управляющих компаний, предприятий, тепловые сети. В целом, специалисты коммунальных служб справляются быстро. Мы стараемся ПТС и управляющую компанию совместно определить на этот адрес, чтобы работы прошли как можно быстрее и люди получили тепло. Устранить все аварийные повреждения на Скалеренко 8 специалисты планируют в ближайшее время. В мэрии напоминают о круглосуточной работе горячей линии по вопросам отопления, номера телефонов на экране, а также на сайте администрации городского округа Самара. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События. Самарские коммунальщики готовы встретить зиму во всеоружии. На площади Куйбышева прошел традиционный смотр спецтехники. Службы ЖКХ и благоустройство переоборудовали машины на зимний режим работы и отчитались перед городскими властями. Снегопады им не страшны. Как будут расчищать дороги от снега этой зимой, узнал Андрей Горгуленко. Рабочая машина у Сергея Алякишева универсальная. Пользу городу приносит и летом, и зимой. Когда тепло, специалист спецремстрой зеленхоза на ней очищает тротуары и поливает цветы. А в морозы заливает каток на площади Куйбышева и также очищает тротуары, но уже от снега. Чтобы перепрофилировать машину, специалисту нужно меньше недели. Масло меняем, веретенку меняем, цилиндры все проверяем, смотрим, чтобы поднимало, опускало все, щетка, чтобы работало. Ну, дней 5 это, чтобы все просмотреть, шприцовать, пролазить надо. Дней 5 надо, чтобы подготовить ее. Такие же машины, а также мини-погрузчики, тракторы, самосвалы и другие спецмашины, готовые к зимней работе, продемонстрировали службы ЖКХ и благоустройства. Всего более 100 единиц выстроились на площади Куйбышева. В этом году есть и новая техника. Комбинированные автомастерские, оборудованные всем необходимым, чтобы обслуживать мосты и путепроводы и оперативно их ремонтировать, если потребуется. Машины оценил и первый заместитель главы города Владимир Василенко. К работе в зимний период готовы уже более 80% машин. Не переоборудованной осталась только та техника, которая продолжает работу по санобработке улиц и общественных пространств. Но как только установятся отрицательные температуры, и эти машины в кратчайшие сроки подготовят к работе против снега и льда. Резерв машин из летнего режима в зиме не оборудован именно для этих целей. То есть как только у нас опустится отрицательная температура, в принципе в течение суток машины переоборудуются, то есть меняется навесное оборудование, снимаются баки, ставятся ковши для песко-соляной смеси или бианорда и отвалы. Этой зимой на улице города выйдут 777 единиц спецтехники. Из них 315 машин в распоряжении муниципальных предприятий для уборки дорог и тротуаров. Еще 44 для ухода за парками, скверами и набережной. 418 машин принадлежат управляющим компаниям, ТСЖ, ЖСК и их партнерам, которые будут расчищать дворы от снега. По погодным условиям на приведение в нормативное состояние и проезжей части, и пешеходных тротуаров есть гостовские нормативные сроки. За этим также следит у нас и госавтоинспекция, и контролирующие органы. Поэтому здесь мы со всех сторон работаем для того, чтобы в кратчайшие сроки городские условия были комфортны для всех жителей. Кроме техники, к зиме уже готовы и 5 полигонов для вывоза снега. Запасены к зиме и реагенты, которыми будут обрабатывать дороги и тротуары. Предприятия в достаточном количестве имеют песчано-соляную смесь и смесь Бионорт. А потому работа по очистке города от снега начнется сразу, как только выпадут первые зимние осадки. Андрей Горгуленко, Сергей Баскин. События. Более 60 тысяч самарцев с начала года обратились в прокуратуру города с различными заявлениями. Шестая часть обращений приходится на железнодорожный район, где в этот раз исполняющий обязанности прокурора города Сергей Аксенов проводит личный прием граждан. Такие встречи с жителями обычно длятся около двух часов и проводятся ежемесячно в каждом районе города. Люди приходят с разными проблемами, чаще всего в социальной сфере и ЖКХ. На этот раз жители железнодорожного района попросили разобраться с отловом уличных собак, правом собственности на нежилые постройки, бездействием судебных приставов. Если вопрос не касается компетенции надзорных органов, гражданам подсказывают, куда лучше обратиться. Люди, скажем так, доверяют органам прокуратуры, а зачастую не знают непосредственно, куда обратиться. Поэтому они в первую очередь не только для решения проблемы обращаются, а непосредственно, чтобы их сориентировать в тот компетентный орган, который они могут направить в соответствующее заявление. Самарская полиция сообщила об изменениях в графике приема заявлений от граждан из-за коронавируса. Чтобы избежать скопления людей в отделении, справки о наличии или отсутствии судимости, а также уголовного преследования либо о его прекращении, теперь выдают только через портал госуслуг, а за готовыми документами можно прийти в отдел полиции. В понедельник, среду и пятницу граждан принимают с 10 до 11 утра, во вторник и четверг с 2 до 3 часов дня. В Самару приехала делегация представителей правительства Ярославской и Саратовской областей. Гости побывали в нефрологическом центре, который появился в регионе в рамках государственно-частного партнерства. Об этом и о других событиях в рубрике «Новости экономики». Здравствуйте! Это «Новости экономики». Расскажу о них я, Светлана Кудрявцева. Обмен опытом в сфере государственно-частного партнерства. В Самару посетили представители правительства Ярославской и Саратовской областей, чтобы посмотреть, как работают объекты, построенные с помощью средств инвесторов. Дело в том, что Самарская область за последние 7 лет существенно улучшила позиции в рейтинге развития сферы ГЧП. Если по итогам 2012 года регион занимал 25-ю строчку рейтинга, то по итогам 2019-го стал безусловным лидером. Какие объекты посетили в регионе гости, расскажем в нашем сюжете. Центр экстракорпоральной гемокоррекции и клинической трансфузиологии, который действует на базе Самарской областной клинической больницы имени Середавина, принимает сотни пациентов с хронической болезнью почек и ежегодно проводит десятки тысяч процедур гемодиализа. Современный нефрологический центр появился в регионе три года назад в рамках реализации консессионного соглашения за счет инвестора. Область получила принципиально новый объект, которого не существовало, специализированный под ту помощь, которая необходима. Пациенты смогли это оценить за это время. При всем при этом область не потратила ни копейки бюджетных денег. Мы получили участок, мы соорудили объект в рамках той схемы, которая была предложена. И пациенты уже который год получают качественное лечение. Их было 150, сейчас 300. Цифры говорят сами за себя. С работой центра ознакомились представители правительства Саратовской и Ярославской областей в рамках обмена опытом в сфере государственно-частного партнерства. Во-первых, интересная структура самого центра. Во-вторых, очень серьезные заявленные мощности, которые, я думаю, вполне могут обеспечить всю Самарскую область. Что, на мой взгляд, с медицинской точки зрения важно, здесь это буквально шаговая доступность всех узких специалистов. Интересное решение, первый раз вижу, это наличие круглосуточных коек на территории нефрологического центра, что тоже очень важно, удобно. Будем пробовать что-то подобное реализовать у себя, потому что, ну, очевидно, что это работающая история. Самарская область по итогам прошлого года стала лидером рейтинга в сфере развития ГЧП. Сегодня в работе правительства региона находится 74 инвестпроекта, 48 из которых оцениваются в 150 миллиардов рублей. В эксплуатацию ввели уже 21 объект, создали более 1300 рабочих мест, привлекли 8 миллиардов внебюджетных инвестиций. В том числе реализуются такие масштабные проекты, как создание железнодорожной ветки к особой экономической зоне Тольятти и возведение мостового перехода через Волгу в районе Климовки с выходом на автомобильную дорогу М5 Урал, крупнейшая инфраструктурная концессия России. А тем временем главгосэкспертиза одобрила первый этап строительства мостового перехода через Волгу под Тольятти в районе Климовки. Объект включили в федеральный проект Европы-Западной Китай. Мост позволит разгрузить плотину Жигулевской ГЭС, а также сократить время в пути между Москвой и Самарой с 16 до 8 часов при условии ввода в эксплуатацию скоростной автомобильной дороги Москва-Нижний Новгород-Казань. Официальный курс доллара на 22 октября 77 рублей и 3 копейки. Американская валюта потеряла 75 копеек. Евро 91 рубль и 34 копейки. Европейская валюта снизилась на 22 копейки. Цены на черное золото еле заметно колеблются. Нефть марки «Бренд» стоит 42 доллара 50 центов за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. В Самаре проверяют, как соблюдаются санитарно-эпидемиологические нормы в небольших магазинах и крупных торговых центрах. Особое внимание уделяют также аптекам, салонам красоты, фитнес-центрам и кинотеатрам. С марта только в Самарском районе в отношении нарушителей составили свыше 150 протоколов. В один из рейдов с проверкой отправилась мэрия Елча. Контроль за соблюдением масочного режима в Самаре как для покупателей, так и для продавцов стал уже нормой. Ежедневный мониторинг торговых объектов находится на контроле городских и районных властей. Как говорят проверяющие, такие проверки дают результат. В магазинах стали тщательнее следить за соблюдением мер безопасности. Стали наиболее сознательными. Большинство все-таки носит маски, соблюдает дистанцию при покупках товаров. И я думаю, что мы подвижемся правильным направлением. Сейчас под пристальным вниманием в Самарском районе города находятся около 20 объектов потребительского рынка. Чаще всего нарушений много в сетевых магазинах. Мы говорим всем, чтобы заходили, пожалуйста, одевайте маски. Мы не можем, мы работаем. Они одевают. Вот так зашли, им дышать нечем, здесь температура какая, не снимать на подбородок, и все. Проверяют как небольшие торговые точки, парикмахерские, так и крупные торговые центры. Здесь на входе стоит охрана, и без маски внутрь не пройти. Мы проводим постоянную работу, мы информируем путем посредством электронной почты, по телефону, доводим информацию обо всех изменениях, которые, ну, сконодательство действительно, действующее вносится. Изменения вносим, и, как бы, люди все оповещены. Только в Самарском районе составили свыше 150 актов. Напомню, за систематическое нарушение требований Роспотребнадзора предпринимателям придется заплатить штраф до 300 тысяч рублей. Мэри Илчан, Николай Сидоров, События. В Самаре продолжают ежедневно проводить дезинфекцию общественного транспорта. Трамваи и троллейбусы после мойки обрабатывают специальным раствором. Им покрывают все поверхности, до которых могут дотрагиваться пассажиры. Как проходит подготовка вагонов перед выходом транспорта в рейс, увидела Лариса Шалафаст. Утро в трамвайном депо начинается с водных процедур. Чтобы поездка в общественном транспорте для пассажиров была максимально безопасной, вагоны регулярно моют и дезинфицируют не только снаружи, но и внутри. Сначала мы обрабатываем, она обрабатывает, а через 10 минут начинает протирать. После того, как в Самаре ввели особые ограничительные меры из-за распространения коронавируса, обеспечению безопасности в транспорте и санитарному содержанию особое внимание. На усиленном контроле качество и соблюдение регламента. Ежедневно в рейсы выходят порядка 300 трамваев и 120 троллейбусов. Они перевозят до 230 тысяч человек. Тщательно моют и дезинфицируют транспорт несколько раз в сутки. В основном ранним утром до выхода в рейсы и вечером. Обрабатываются вагоны специальным хлорсодержащим средством. Оно имеет сертификат Роспотребнадзора и обладает антибактериальным эффектом. Это средство оно очень эффективное. Мы его начали приобретать тоже так же с марта месяца. Оно абсолютно безвредное для людей, для животных. Но вместе с тем оно полностью убивает все вирусы, начиная от обычных каких-то гриппов и кончая вот такими серьезными заболеваниями, как коронавирус. Запас дезинфицирующего раствора предприятие постоянно пополняет. Также для водителей и кондукторов закуплены маски и перчатки. А влажную уборку в вагонах проводят и в течение рабочего дня. Он же несколько рейсов приходит в вагон за день. И поэтому каждый раз, когда вагон приходит на конечную станцию, у нас кондукторы обязательно влажную уборку делают. Вот поручни, сиденья. Мойка и дезинфекция продолжаются во всех видах общественного транспорта Самары, включая и коммерческий. Но самарцам напоминают, важно помнить и о средствах индивидуальной защиты. Совершать поездки в трамваях, автобусах и троллейбусах можно только при наличии маски. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События. Перевозка детей без удерживающих устройств в автомобиле одно из частых нарушений, которые фиксируют сотрудники ГИБДД на дорогах города. Водителям грозит штраф 3000 рублей. Правоохранители регулярно проводят проверки в рамках реализации муниципальной программы повышения безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Об одном из таких рейдов наш специальный репортаж. Сотрудники госавтоинспекции Самара продолжают проводить рейды по контролю за соблюдением правил перевозки детей. Их основная цель снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров. К сожалению, без нарушений не обошлось. В этой иномарке водитель перевозил полугодовалого ребенка без автолюльки. Все, без люльки. Что, не ехать теперь в больницу, если ребенку надо? Ну, это является нарушением пункта правил 22.9 правил дорожного движения, за что данный водитель будет привлечен к административной ответственности по части 3 статьи 12.23 кодекса об административных правонарушениях. И штраф будет вынесен в размере 3 тысяч рублей. Елена водитель со стажем и она на личном примере показывает, что нужно пристегнуться не только самой, но и позаботиться о безопасности своего ребенка. Мы всегда пристегиваемся, конечно. Надо пристегиваться. Нарушение правил перевозки пассажиров, транспортных средств, в том числе и детей, является одним из видов правонарушений, представляющих реальную угрозу их жизни и здоровью. Наличие детского кресла в автомобиле просто жизненно необходимо. При столкновении, либо при резком торможении, ребенок, находясь в детском удерживательном устройстве, получил наименьшее ранение. Проведение этого рейда направленного на предупреждение детского дорожного транспортного травматизма прошло в рамках реализации муниципальной программы повышения безопасности дорожного движения в городском округе Самара на 2016-2020 годы. В рамках профилактики детского травматизма нами подготавливаются материалы, средства массовой информации, печатные материалы для того, чтобы профилактировать безопасность дорожного движения. Проводится разъяснительная работа в образовательных учреждениях. Ну и в рамках программы по безопасности дорожного движения приобретаются материалы, как просветительные, так и профилактического характера, которые передаются в образовательные учреждения. Также администрации и госавтоинспекции Самары будут и в дальнейшем проводиться совместные мероприятия по профилактике административных правонарушений, связанных с перевозкой пассажиров, в том числе несовершеннолетних. В Самаре началась подготовка к параду памяти, который пройдет на площади Куйбышева 7 ноября. Сегодня состоялась репетиция для самых молодых. На площади прошел смотр-конкурс парадных расчетов юноармии. В этом году для школьников участие в параде ограничится онлайн-форматом. Олег Зверев наблюдал за торжественным прохождением учеников Самарской школы «Кадет». Колонну парадного расчета возглавляет командир взвода Владимир Лепешкин. Сейчас он ученик 11 класса Самарской школы «Кадет», а в юноармию вступил в год создания организации. Среди его достижений награды за участие в парадах. Участие в парадах принимал 7 раз. 4 раза в параде победы и 3 раза в параде памяти. Чувства возникающего время прохождения по площади непередаваемые. Это чувство патриотизма и очень боевое настроение. Юноармейское движение было создано в России в 2016 году по инициативе министра обороны Сергея Шойгу. С тех пор школьники принимают участие во всех масштабных мероприятиях. В этом году парад памяти для юноармейцев переведен в режим онлайн из-за противоэпидемических мер. Зато участников станет больше. В Самаре 5 тысяч юноармейцев. Каждое учебное заведение, где есть свой отряд, может прислать видео на смотр конкурс парадных колонн. Много желающих. То есть с большим ревением, желанием даже сегодня видели на смотре. То есть все стремятся, все стараются. Популярность юношеского военно-патриотического движения в России растет. В ряды юноармии вступили уже более 700 тысяч российских школьников. Для них это возможность проявить себя, научиться тем навыкам, которые пригодятся в жизни. А награда за сверхурочный труд, участие в масштабных торжествах. Пусть даже и в таком формате, как сегодня. Хотя со временем, уверены ребята, все будет как прежде. И они еще не раз пройдут в парадном строю вместе с военнослужащими. Олег Зверев, Николай Епифанов, Константин Головин, События. Самарцы могут проголосовать за лучший стрит-арт-объект Приволжского федерального округа. От Самары в конкурсе принимает участие новый мурал, который недавно появился на фасаде дома номер 317 на Новосадовой. Изображение «Чистый вдох» посвящено жизни в эпоху пост-ковида. Мурал создала художница Оксана Гладкова в рамках фестиваля «Форм-арт», инициатором которого стал полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. В каждом из 14 регионов ПФО появились рисунки молодых художников, посвященные вкладу людей в борьбу с новой коронавирусной инфекцией и жизнью в пост-ковидный период. Голосование за лучшую работу пройдет до конца октября. Посмотреть работы можно на сайте. Адрес указан на экране. Наш корреспондент Мария Левина стала лауреатом крупного федерального мультимедийного конкурса «Я живу в России». Проект призван познакомить зрителей с историями россиян, которые нашли дело своей жизни. Тема сюжета, который вышел в финал проекта, это судьба удивительной хрупкой женщины, легенды советской медицины и одной из основоположников детской урологии в Самарской области Зинаиды Даниловой. Всю жизнь она посвятила служению людям, за полвека провела сотни операций и не допустила ни одного промаха. Сейчас на сайте проекта опубликованы работы финалистов и идет зрительское голосование. Победители конкурса отправятся на 15-й юбилейный международный медиафорум «Диалог культур», который пройдет в Эрмитаже в ноябре. Проголосовать и тем самым добавить в копилку телеканала Самарагис очередную награду может каждый зритель. Наши корреспонденты регулярно принимают участие и занимают призовые места в престижных конкурсах регионального и федерального уровней. Команда Самарагис работает для вас и ежедневно рассказывает о самых актуальных событиях не только в прямом эфире телеканала, но и в интернет-пространстве, на официальном сайте, на ютюбе и во всех популярных социальных сетях. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»